Дорогие мастера, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о том, что у меня есть торговая марка, я думаю, что вы уже все об этом знаете, и материалы я отбираю очень качественно. У нас есть клей, который является фаворитом не только в Украине. Если вы зайдете и почитаете у него отзывы, девочки работают с ним и в Америке, и в Израиле, и в Германии, и они во всей Европе работают этим клеем и пишут очень положительные отзывы. Этот клей называется Черный Король у нас, он сейчас есть в дозировках 2 мл, 3 мл, 5 мл, и вот на виночке появилось 10 мл с обновленным дизайном уже. Но сегодня я хочу вам даже рассказать не о клея, а о том, что на клея иногда у нас бывает аллергия. И клей, данный, который я вам показала, мы наращиваем даже девочкам-аллергикам. То есть на него, в принципе, еще ни одного человека не было аллергической реакции. Поэтому я бы могла его рекомендовать, наверное, абсолютно всем клиентам и в разных странах. Он является фаворитом. Сегодня я хочу с вами поговорить об антиаллергенном клее, который используют мастера, у которых вызывается аллергия. Либо когда приходит к вам клиент, и у него тоже есть склонность каллергической реакции. Как она проявляется? Есть несколько моментов. Это может быть зуд. То есть может где-то что-то начать и в носу крутить, и где-то что-то чешется в определенные участки какие-то. Дальше. Также может появиться отечность. Отечность у нас может появляться от носа. То есть у вас начинает залаживать как будто нос. Далее отечность может переходить в зону горла. То есть вы чувствуете, что вам немножечко становится здесь некомфортно, удушливо. И отечность может переходить даже полностью к легким. Поэтому это очень неприятный такой момент. Она, аллергия бывает еще накопительная. То есть если у вас сразу появилась заложенность в носа, оно может в следующий раз и далее, и далее, и далее накапливаться и осаживаться немножечко ниже. То есть отечность появляется все ниже и ниже. Это опасно, поэтому старайтесь работать в масках. Сейчас есть также маски-распираторы, которые очень хорошо предохраняют от аллергических реакций. Далее. Цвет кожи может меняться. То есть вы во время наращивания можете обратить внимание, что у вас могут покраснеть щечки. Что это появляется? Это проявление аллергической реакции. Также это может быть идти испарено от клея и немножко как поджигать, если у вас очень чувствительная кожа, поджигать участки кожи. То есть она становится у вас немножко красноватой. То есть за этими моментами проследите, как выглядит там ваше лицо и тому подобное. Дальше. Горячие точки. Это такое, что бывает появляется вот в одном месте, где-то у вас там стала горячая рука. Либо вы чувствуете вот здесь где-то в зоне плечей еще бывает такое тоже зуд появляется, жжение, чесание, там горячее становится. Это также является проявлением аллергической реакции. Высыпание. Высыпание бывает разное. Может тоже обсыпать абсолютно в любых точках на вашем теле. Это может быть на груди, это может быть на лице, это может быть на руках. И это тоже может быть проявлением аллергической реакции. И сухость кожи. Когда вы видите, что у вас начали шелушиться, либо ручки, либо ну самое-самое просто неизвимое и чувствительное, это всегда наше лицо. Поэтому это чаще всего всякие аллергические реакции появляются на нем. Смотрите, что мы можем рекомендовать, что мы уже проверяли. Есть очистители воздуха. Это вот такие вот распылители, которые работают для того, чтобы очистить вашу зону, в которой вы работаете. Что вы делаете? Перед наращиванием ресниц вы просто распыляете это средство у себя возле рабочего места. Затем ложится ваш клиент. Это средство имеет свойство очистить и осаживать испарину от клея. То есть вы смотрите, сразу появляется такой запах немного как свеженького чего-то, не знаю, как хвои какой-то. Всем пока-пока, до скорой встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok